как устроен мир книги под названием в пыли этой планеты философ юджин такер развивает темный материализм своеобразном жанре философского хоррора по мысли такера слово мир имеет три разных смысла первый это мир для нас или попросту мир второй мир себе или земля третий мир без нас или планета мир антропоцентричен земля естественно обнушающая ужас планета сверхъестественно землю или природу по большей части находящую свое выражение в исследованиях естественных наук такер называет парадоксальным понятием как только мы начинаем мыслить ее и пытаемся произвести над ней какое-то действие она перестает быть миром себе и становится миром для нас наибольший интерес для такера представляет последний сверхъестественный мир понимание или не понимание которого он пытается освободить от любых антропоморфных проекций он заявляет что мысль не является человеческой что природа не является естественной и что жизнь не на принадлежит живому самим живым существам но является по отношению к ним чем-то чуждым и даже внешним а также о том что на будущее философии возможно лежит в мистицизме но это такой особенный мистицизм не теологический как например средневековый мистицизм а мистицизм климатологический связанный с обращением не к божественному существу не не со слиянием с божественной субстанцией а к с радикальным разъединением разрывом и отчужденностью между сущностью и миром с такой нечеловеческой зловещей материей не разделяя мистического духа философии такера я бы хотела все-таки сказать что признаю это разделение на три мира довольно таки продуктивным и интересным и должна сюда добавить что мир для нас мир в себе и мир без нас все-таки следует рассматривать не как три отдельных сущности а скорее их следует представить вот виде таких как бы трех концентрических кругов самый маленький внешний круг это это вот мир для нас мир то что побольше это земля а самый большой внешний круг это это так называемая планета космический вот этот мир однако в конечном счете эти три круга они могут вполне быть одинаковой величины и даже занимать одно и то же место поскольку различие между ними носят не не геометрический а топологический характер круг 1 это как дом в котором мы живем в этом доме нам все знакомо мы окружены вещами и предметами которые нам принадлежат мы открываем двери своего круга и выходим наружу оказываясь таким образом во втором круге где обитают животные и растения эта природа как таковая или мир в себе или заимствуя имя которое квентин мессу дает обещал себе нам по ту сторону какого бы то ни было отношение к субъекту или корреляции великое внешнее мы берем что-то из этого мира пищу воду огонь для нашего гипотетического очага и возвращаемся назад в наше антропоморфное жилище но мы знаем что есть еще одни двери и они выходят из природы в еще более великое внешние куда они ходят даже звери это третий мир населен богами демонами темными силами и другими сущностями которые по каким-то причинам мы не можем или не хотим объяснять рационально даже если они являются делом наших рук или порождением нашего ума возможно этот тройной круг мира земли и планеты все еще на самом деле устроен как человеческое жилище со своими совершененными внутренними и внешними пространствами древней греции внешняя часть этой структуры называлась космос а внутренняя ойкос у последнего слова сразу несколько смыслов этой дом и домохозяйства и семья но также и собственность семьи включая рабов сегодня эти смыслы отчасти сохранены в синонимичных родственных словах экономика и экология и экономика и экология имеют дело с миром и с природой будь то жизненный мир окружающая среда или же источники и ресурсы они сопряжены по ту сторону экологии всегда экономика и наоборот это наш земной дом в нем мы живем здесь мы держим рабов им здесь мы обмениваем жизнь на деньги мой ответ темному материализму следующий вот это жуткое пространство космоса мир без нас на самом деле не вне и не вокруг уютного пространства уйкоса который который мы делим с другими живыми и неживыми существами но парадоксальным образом возникает самой его сердцевине внешне и внутри кажущееся нам абсолютно чуждом и чудовищным она обнаруживается там где мы никогда не подумали бы его искать как совершенно точно замечает славянский философ и представительница люблянской школы психоанализа аленка зупанчич великое внешнее это фантазия скрывающая реальная которая уже прямо здесь однако тот факт что эта фантазия вовсе не означает что ей можно пренебречь психоанализ учит нас тому что фантазии не менее а может быть даже более важна чем так называемая реальность фантастический мир без нас не только сцеплен с миром для нас но и является собой своего рода его такую изнанкуль внутреннюю истину он жуткий неуютный в той мере в какой не человеческий и не естественный приставка не однако данном случае не просто обозначает отрицание но производит такое своеобразное смещение которое диалектически оборачивает уютное человеческое и естественное в их противоположность при этом сохраняет то что было подвергнуто отрицанию в таком вот перевернутом и превращен перевернутом виде превращенной форме по мысли фрейда жуткая этот особый вид страшного есть нечто когда-то вытесненное а ныне возвращающиеся и таким образом она не является чем-то новым или чуждым а есть напротив нечто издавна известное душевной жизни и отчужденное от нее лишь под действием процесса вытеснения бессознательно таким образом это не загадочная такая субстанциальная реальность по ту сторону нашей психической жизни а структурное образование процесса вытеснения которая как поясняет жак лакан всегда совпадает с возвращением вытесненного подобным образом и бесчеловечное и сверхъестественное вот это вот планетарное внешнее загадочное можно понимать как в то же время его самое сокровенное возвращающиеся из глубин или поверхностей забывения в таком не вполне узнаваемом обличье